Этой традиции уже более пяти лет. Одним осенним днем можно попасть в царство тыквы. Да еще в таком карнавальном окружении. Бал царицы огородов. Но там она выращивается поштучно. А такого количества тыкв одновременно здесь, наверное, никто не видел. Тыквоград. Это когда тыквы везде и всюду. Вот здесь на площадке аттракционов Центрального парка каждый год выставляется более 20 тонн вот этих прекрасных плодов. Все они прибыли из Волгоградской области. Они разные, но все вкусные и красивые. Нет, я не отношусь к знатокам тыкв. Ведь их давно потеснили дыни и арбузы. Но тыквы тоже не лыком шиты. Полосатая, плотная. При ударах пострадала минимально, значит крепкая. Будет долго лежать. А как вы ее используете? Ну, потом из нее, в принципе, каша. Как угодно. И варенье, и суп, и цукаты можно делать, запекать, кладушки. Все, что угодно. Для многих это, возможно, открытие. Но сюда-то приходят знатоки. В современной кухне тыквы почти не используются. Используются, используются. Очень много всяких разных вкусных вещей можно сделать. Ну, только это, если знать рецепты, да? Ну, конечно. Интернет вам в помощь. А еще мы помним из старой сказки, что в тыкву превратилась карета Золушки. Поэтому вот эти ребята решили вернуть тыкве ее праздничный вид. Сколько на это краски уходит. Тыква как произведение искусства. И сделать вид призрака тыквы. А с укрой с ней сделать призраков украшения такие красивенькие, хорошенькие. Я еще хочу собрать тыкву, чтобы сделать красивых призраков. А есть-то ты ее будешь? Нет, не хочется. Но это пока не хочется. Но тыква есть тыква. По своим качествам и целебным свойствам мало кто с ней сравнится. Поэтому здесь так много продвинутых знатоков. Неужто только интернет их просветил? Сергей Берзин, Денис Петров, Первый, Мытичинский.